Трассу Балкчебарскон не ремонтировали почти 50 лет, из-за чего местные жители испытывали большие трудности. Один из них – Иркин Бекасанов. Ему 85 лет, и он почти всю жизнь прожил в Томском районе. По его словам, в последний раз – автодорогу Балкчебарскон ремонтировали, когда ему было чуть более 30 лет. С тех пор вопрос о реконструкции трассы не поднимался сегодня. Местные жители очень рады началу ремонта. Местные власти долгие годы не реагировали на состояние этой дороги. Недавно эту проблему увидел глава государства. Он дал указание отремонтировать трассу. За 50 лет шоссе совсем разрушилось и стало узким. Даже одна машина проезжает с трудом. Вдоль дороги нет освещения. Бывали случаи, когда машины сбивали домашний скот. Здесь начата реконструкция трассы и прокладкодорожного полотна. Проект реализуется по инициативе и поручению главы государства Сады Рожапарова при финансировании закрытого акционерного общества Кумтору Голд Компани. На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 километров дороги. Общая протяженность трассы составляет порядка 141 километра. Немаловажно отметить, что впервые в истории независимого Кыргызстана генеральным подрядчикам по строительству выступает отечественная компания. Данная трасса будет четырехполосной. Ширина асфальта будет составлять 17,5 метров. Здесь будет уложено двухслойное асфальтирование. Для устройства верхнего слоя будет применяться немецкая технология ЧМА, которая позволит увеличить срок эксплуатации в два раза. Верхний слой дорожной одежды будет щебеночно-мастичный асфальт. Это было разработано с немцами 50 лет назад. Мы недавно с 2014-2015 года начали внедрять именно это в Кыргызстане. Сейчас уложена, именно ШИМА уложена на дороге, на новую дорогу Северюг. Сейчас мы вот эту новую технологию тоже здесь внедряем. И будет здесь тоже 6-сантиметровое щебеночно-асфальтобетонное покрытие будет. По словам Акима Тумского района, местные власти будут оказывать всяческую помощь в работе по реконструкции трассы. Вопросы, связанные с документацией и другие задачи, будут решаться в кратчайшие сроки. Мы со своей стороны будем прикладывать все усилия для того, чтобы работа шла в хорошем темпе. На нас лежит ответственность за выдачу документов. Например, мы будем контролировать выдачу разрешения для добычи гравия и не только. Очень важно, чтобы эта дорога была возведена в сроке. Однако здесь дорожники столкнулись с другой проблемой. Территория, по которой пролегает трасса Балахчебарскон, оказалась в балочистой местности, которая образовалась из-за обильных дождей. Значит, самое проблематичное – это то, что вся дорога проходит в заболоченной местности. И с правой стороны подпитка воды, и с левой стороны подпитка воды. Значит, самая большая проблема – это вот это болото, на которое мы сейчас смотрим. Оно тянется на километр двести. Глубина составляет от двух с половиной метров до метра десять этого болота. Вот на такую глубину мы выбрали отсюда болотистый материал. Дошли до гравийного материала. Близ лежащая территория трассы Балахчебарскон оказалась весьма болотистой, из-за чего пришлось проводить геодезические работы. Для этого специально применяется прибор «Вешка», который позволяет узнать точную глубину данного болота. Для этого необходимо просто установить прибор. И, как показывает прибор, глубина данного болота составляет порядка одного метра. На участке мы используем приборы, электронные приборы, тахеометр, лейка ТС-06, а также новое оборудование, GPS, которое отдаёт сигнал от спутника. Вот такие приборы мы используем в данном участке. И решение заболоченных мест, вообще заболоченные места тянутся от пятого до двадцать пятого километра слева и с правой стороны. Решение принимается в данное время укладкой камня, скальных камней, скального гульта. Она приводится с расстояния более 25 километров на участок. Для возведения земляного полотна на болоте используют различные материалы, такие как рваный камень, который получают в результате взрыва горных пород. Мы не ожидали, что только будет болота. Поэтому сейчас мы вынуждены полтора метра, два метра выкопать непригодный материал, вывести и хороший скальный грунт на место завести. Это называется замена грунта. Это для устойчивства землеболотна и для качества дорог. За моей спиной сейчас идет данное время, которое выше усказанное, в виде работы идет. Параллельно на трассе проводится прокладка коммуникации. Планируется провести 36 трубопроводных систем диаметром от одного до двух метров. На реконструкцию дороги выделено 20 миллионов долларов США. Финансированный мы аванс получили. За счет аванса мы сейчас работаем. Сейчас вот месяц закончится, как мы начали работать. Строители отмечают, что проект «Балчебарскон» должен стать стартом для развития дорожной отрасли Кыргызстана. По их словам, широкополосная дорога будет отвечать всем необходимым современным стандартам и требованиям для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспортных средств. КОНЕЦ Еще одну трассу строит отечественный подрядчик. На участке трассы Бишкек-Ош со 131 по 141 километр прокладывают новые асфальты. Раньше там проводили только ямочные работы. Теперь было решено ремонтировать 8 километров дорог. Так, на участке автодороги Бишкек-Ош уже начата работа по укладке асфальта. Отметим, дороги здесь строили с 1998 по 2003 год. Неполноценного ремонта трасса не видела порядка 20 лет. Трассу прокладывают тщательно и с учетом всех правил. Так называемую дорожную подушку проверяют через каждую просыпку асфальтобетона. Рабочие Байгаза и Бекулу рассказывают, что дорогу проложат в два слоя. Первый в 7 сантиметров, второй в 5. Я контролирую работу этого станка. Через каждую высыпку проверяют толщину асфальтобетона. Работу мы начали в конце июля. По плану укладка должна завершиться 30 сентября. Все идет по плану. Подрядчиком проекта по строительству участка дороги Бишкекош выступает отечественная компания «Осум-Мост-Дорстрой». До конца сентября планируется заасфальтировать 8 километров трассы. Для работ привлечено порядка 30 специалистов и 40 единиц техники. Качество асфальтобетонного покрытия проверяют лаборатории. На сегодняшний день завершена прокладка порядка трех километров дороги. Первым слоем асфальтобетона. Уже начинаем прокладывать второй. На дороге интенсивный поток авто. Несмотря на это, пробок нет. Рабочие все регулируют. Старый слой дороги рабочие убирали фрезой. После начала прокладки нового асфальта. Для конструкции республиканского бюджета было выделено свыше 164 миллионов сумм. Тендер проведен на основании капитального вложения. По стати капитального вложения. Проведен со стороны дорожного эксплуатации учреждения номер 9. 6 июня этого года. И на сегодняшний день договор заключен. И ведутся все необходимые дорожные работы. Больше всего реанимирование участка автотрассы Бешки-Коша рада водители. По их словам, долгие годы им приходилось буквально утопать в ямах. Ломались машины, а колеса приходилось менять практически после каждого проезда дороги. Часто ездим по этим дорогам Бешки-Коша. Каждые 2-3 дня проезжаем по этой дороге. Раньше дорога была очень страшная. Везде были большие ямы. Сейчас вот смотрим, новый асфальт укладывает. Радуемся по-своему. Дай бог, чтобы дорога была такая хорошая, чистая, хорошая. Знаете, сколько аварий происходит из-за плохой дороги. Трасса Бешки-Кош неплохая, но именно тот участок, который сейчас строят, был в плохом состоянии. Надеюсь, строительство трассы закончат быстро, и мы сможем ездить без всяких помех. Я работаю таксистом. Из-за плохой трассы почти всю выручку я отдавал на ремонт машины. А теперь так обрадовался, когда увидел, что здесь прокладывают новую дорогу. Станет безопаснее ездить. Активное строительство дорог увеличивает и транзитный потенциал страны, уверены эксперты, поскольку географическое расположение Кыргызстана обладает определенным преимуществом. Дорога Бешкек-Нарын-Туругард соединяет их с международным транспортным коридором. Это основной маршрут из Китая в Казахстан, затем в Россию и Европу. Далее идет дорога Ошсар-Этаж-Иркиштам, которая соединит с тем же Китаем с юга. Через КПП Иркиштам товары из Китая можно транспортировать в Узбекистан, Таджикистан, Турцию и Персидский залив. Транзитные маршруты внутри страны – это Бешкек-Ош, Тарас, Таласу, Самыр. За последние десятилетия претерпели десятки ремонтов и обновлений. Основная торговая сеть проходит через эти маршруты. Также идет строительство альтернативной дороги север-юг. Этот трасса станет основным транзитным маршрутом, что позволит стране выйти с транспортного тупика при сохранении экономической самостоятельности. Соединение данной дороги с дорогами Казахстана и России на севере страны и Таджикистаном на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан в обход Республики Узбекистан. О транзитном потенциале страны и его развитии говорила президент Садраджапаров в своей поздравительной речи 31 августа. «Кыргызстан находится в географическом транспортном тупике ошибочно, поэтому наши патриотичные специалисты усиленно работают над увеличением транзитного потенциала страны. В наших основных планах с учетом условий нашего государства создание мультимодальных грузовых авиахабов, строительство промышленных торгово-логистических комплексов с целью увеличения пропускной способности международных аэропортов Монас, Тамчи, Баткен и Ош. Надеемся, что ввод в эксплуатацию крупных объектов через инструменты государственно-частного партнерства, быстрое создание и запуск инвестиционных фондов будут способствовать оздоровлению экономики. Готовятся соответствующие указы и решения кабинета министров». Отметим, что сейчас рассматривается проект развития аэропорта Монас. Если усилия по развитию транспортной инфраструктуры страны, как наземной, так и воздушной, будут реализованы, это повысит интерес к нашей стране для инвестиций и сотрудничества у развитых стран. «Необходимо развивать аэропорт и создавать авиахабы. Надо работать над этими проектами, воплощать их в реальность, снизить цены на керосин, повысить уровень грузооборота и пассажирооборота. Создать для этого необходимые условия, подготовить и обучить специалистов. У нас на это есть все возможности, нужно просто правильно их использовать». По словам эксперта, нужно продвигать проект к строительству железной дороги в Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Этот проект несет в себе грандиозные потенциальные экономические выгоды.